Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы знаете, сейчас прошла такая информация очень интересная, а никто не обратил на нее внимания, совершенно зря. Дело в том, что Украина объявила о денонсации любых соглашений с так называемой Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченской протоки. Как это по-русски? Пролив Керченский, да. Да, и Керченской протоки. О чем это, собственно говоря, говорит? Это говорит о том, что Украина с российскими структурами больше никаких договоров на эту тему не подписывает. А что из этого можно сделать, какие выводы? Ну, прежде всего, смотрите, мы когда закончим первую фазу войны, будем надеяться, что дальше не пойдет дело, но кто его знает, это будут границы 91-го года, то есть мы освободим, как он, господи, Новоазовск, или как он там за Мариуполем, городишко, выйдем на границу 91-го года и остановимся. Но, смотрите, вот мы с одной стороны остановимся, как бы мы освободим нашу часть Азовского моря от нечисти, и, соответственно, Крым освободим от них, и, соответственно, вернем себе половину Азовского моря. Но, видите, мы не хотим с ними потом, ну, официально, по крайней мере, не хотим с ними иметь никаких дел по Азовскому морю. Не говорит ли это о том, что, в принципе, мы в дальнейшем рассматриваем Азовское море как внутреннее море Украины? Вы знаете, вполне возможно. Вполне возможно. Сейчас об этом немножечко сложно говорить, но, смотрите, сейчас на Россию пойдут процессы распада, о которых я уже, в принципе, рассказывал, и тут все зависит от того, в каком виде останется Россия, и будет ли она вообще, или сколько их там будет, и какие они будут после окончания войны, после проигрыша фашистской России. И вот тут надо смотреть. Смотрите, если действительно там будет какая-то Южно-Русская республика, не знаю, там, Кубань, еще что-то. Сейчас, кстати, идет референдум. Надо посмотреть, какие там результаты по референдуму, по отделению Кубани, прежде всего. Вот. И тут мы уже будем смотреть, с кем и как иметь дело в дальнейшем. И, исходя из этого, будем и принимать, как говорится, решения. Понятное дело, что сейчас наши дорогие западные партнеры могут быть спокойны. Мы не будем использовать их оружие для, как мы и обещали, для нападения на территорию фашистской России за границами 1991 года. Это мы делать не будем, вне всякого сомнения. Потому что, в отличие от Путлера и его банды ненормальных этих гадов, мы все наши обязательства выполняем. Но, в дальнейшем мы будем посмотреть. Почему? Потому что, может пройти год, два, три, пять, и мне код поможет вести телепередачу. И на территории бывшей России будут совершенно другие условия и совершенно другие игроки. И вот тогда-то и встанет вопрос о, возможно, том, что Азовское море будет внутренне Украинским морем. Либо же мы будем решать вопрос уже по использованию Азовского моря с теми государствами, которые будут стыковаться с нами на границе, вот там, в районе Азовского моря. Может, это будет какой-то там ростовский каганат. Кто его знает? Слава Украине! Лaitила! Мне, жена! Я. Латана. Латана в лицу.